Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А я сейчас выключу Робби Вильямса и Николь Кидман. Оп, всё, они так замечательно поют мне тут, пока я делаю вот такой вот салатик. Я, как всегда, я делаю, дорогие мои, винегрет. Сейчас у нас уже пост, так что делаем постные всякие разные блюда. И, как обычно, я добавляю яблочко, своё яблочко и топинамбур. Сейчас я буду на тёрочку тереть топинамбур, но, конечно, не перед камерой. Меня просто как-то спрашивали, как вы храните топинамбур. Дорогие мои девчонки, дорогие мои мальчишки, ну, во-первых, топинамбур я всегда использую вместо картошечки, но это для тех, кто только что присоединился, кто не знает. Вот топинамбур храню по банкам на балконе. Очень хорошо хранится в прохладных условиях, но чтоб не мороз был. Вот такой вот чистенький топинамбур. Иногда можно, знаете, что сделать? В песок и в подвал, в сухой песок. Если нет сухого песка, вот так вот по баночкам, и здорово хранится, замечательно, отлично. Вот у меня и беленький топинамбур, вот у меня и красный топинамбур, у меня двух типов топинамбур. Вы знаете, он вообще бесподобный. Он поражает разнообразием витаминов и минералов. В его составе столько всего. Мне до сих пор удивительно, почему его не выращивают в промышленных целях. Ведь эта вещь растет просто. Особого ухода и особого полива там не требуется. Картофель уже доказано, уже в 21 веке доказано, что опасен картофель. Слишком уж много там крахмала. Ну и солонин, который появляется. Вот сейчас зимой начнет появляться, январь-февраль, февраль солонин. Вот этот вот страшный яд, который подготавливают картофель для проращивания. Ведь февраль-март уже кто-то высаживает картофель. Потому что он как раз сейчас готовится к проращиванию. И там собирается вот этот страшный яд солонин. Я себе давно решила, потому что я умею учиться. И когда в одной из лекций Иван Павлович Неумывакин обмолвился за вот эту изумительную вещь топинамбур, а потом еще издал и книгу, все, я поняла, что вот это мое. И уже много лет сама выращиваю и вот это кушаю. Там нечего даже делать, чтобы выращивать. Вы знаете, что по содержанию железа он значительно превосходит клубни, моркови, репу, свеклу. И кроме того, в состав входят калий, кальций, кремний, магний, натрий, фтор, хром и другие минералы. Ведь он содержит клетчатку, пектин, органические кислоты, жиры, белки, аминокислоты незаменимые. И в огромном количестве там витамины группы В, В1, В2, В6, витамин С, витамин В, каротиноиды. Особенно знаете, чем он ценен? Топинамбур особенно ценен аналогом инсулина. Как-то я про него рассказывала, у меня есть целое видео. Вот я вам красненький показываю, вот я вам беленький показываю. Аналог инсулина инулин. Вот именно поэтому его рекомендуют в первую очередь больным с сахарным диабетом. В общем, у кого подагра, мочекаменная болезнь, анемия, я не знаю, отложение солей, мы боремся сейчас с солями, да? У меня сейчас на это все, в принципе, все питание нацелено. Так вот, кто с этим совсем борется, вот вам топинамбур, земляная груша еще называется, по-разному. И вот хорошо помогает. Даже отвар делают с этого корнеплода. И знаете, что выяснили? Я говорю, что выяснили врачи. Не бабушки и дедушки, а врачи, что понижает давление и уровень сахара в крови. В сыром виде. Повышает уровень гемоглобина. Топинамбур выводит из организма, запомните, соли. Даже можно записать. Вот. И третий раз повторю, для тех, кто не услышал. Выводит соли. Ну, кроме солей, конечно же, он выводит и тяжелые металлы, токсины, там, радионуклеиды, все вот это то, что нужно. Что может вызвать? Ну, такой незначительный метеоризм, если в сыром виде и много кушать. А так ничего особенно. Но вы посоветуйтесь, доктор, может быть, вам нельзя. Так, сейчас я помою несколько штучек и туда же запущу вместо картофеля у меня топинамбур. Еще про винегрет, что хотела бы сказать. Мне девочки дают огромное спасибо всем девчонкам, мальчишкам. Такой совет. Вместо картофеля не только топинамбур добавлять, но и добавлять авокадо. Вот это, девчонки, вам огромное спасибо. Я первый раз услышала про авокадо. Надо попробовать. Первый раз для меня, конечно, это открытие. И еще, сегодня буду делать маску с топинамбуром. Обязательно. Что делает топинамбур? Обесцвечивает пигментные пятна. То есть, отбеливает личико. Ну и, естественно, подкармливает вот этими всеми витаминами. Где же мне их взять в живом виде? Вот. Вот здесь. Очень просто делать масочку. И хороший эффект против морщин. Нужно взять клубни топинамбур, натереть на терке и наложить полученную кашицу на лицо. Но я делаю не так. Я на мелкую терку. Еще несколько капель разных своих масел. У меня целая коллекция масел, потому что я занимаюсь косметевтикой. Я обязательно кладу пол чайной ложечки меда. Обязательно мне лицо, для моего лица очень хорошо подходит. Не знаю, как для вашего, для моего прекрасно. Вот такая вот у меня плеяда. Мед. Кашица топинамбура. И несколько капель разных масел. Это могут быть оливковые, виноградные косточки, миндальные. В общем, какое захочу. У меня их масса. Я каждый раз меняю. Держу обычно 20 минут. А, кстати, очень хорошо. Конопляное, льняное масло у кого есть. Вот. И 20 минут держу. И делаю такую маску. Ну, 3-4 раза, 5 раз. Ну, а лучше прямо 7 дней подряд. В общем, я не один раз в неделю делаю маски. И не два. Я, если делаю, то у меня обычно это курс. Вот сейчас у меня будет курс, поэтому я подготовила именно эту баночку. У меня она закончится за недельку. И в плане питания, и в плане масочек. И вовнутрь употребляем, и также на лицо. Но и не забудьте за ручки. Ручки тоже обязательно на ручки накладываем. Потому что, ну, я не знаю, как вы, я работаю часто очень с землей. Ну, как часто. Каждую там у меня выходит так пятница, суббота, воскресенье. Поэтому мне необходимо. Такая упругая, упругая кожа получается после этой масочки. Но только на распаренное лицо и распаренные ручки. Спрашивали, как распаривать лицо. Я чистое лицо, уже помытое, над паром немножечко держу. Можно хорошо теплой водой и потом над паром подержать. Обычно это отвар каких-нибудь трав, ромашки, антисептических, календулы. Вот так, таким вот образом я делаю. И много, много девочек пишут с сахарным диабетом. Я смотрю, девочки, для профилактики сахарного диабета нужно есть не менее 100 грамм клубней в сыром виде 3 раза в день за 10 минут до еды. Для лечения сахарного диабета подходят не только клубни. Молодые листья растений. Я много раз об этом говорила. Их надо промыть, мелко нарезать и добавлять в различные овощные салаты с растительным маслом. Можно баланшировать 2 минуты в кипяточке. Потому что, ну, молодые листочки, они не колючие. Это уже потом они огрубевают. А молодые очень даже классные. И еще нормализовать артериальное давление. Знаете, вот меня спрашивали недавно только за артериальное давление. Смесь из ягод. Это облепиха, клюква, черная смородина и сок топинамбра. Вот это нужно добавлять в разных частях. В равных частях. Если я себе для профилактики, то беру в равных пропорциях и принимаю по 3 раза в день по 20 мл. И все. А чтобы улучшить зрение, тоже советую смешать в равных количествах соки топинамбура, петрушки, цикория, моркови, сельдерея. Запишите, сейчас сельдерей идет, морковка есть, топинамбур, кто успел собрать. Вот, петрушку. И ежедневно необходимо выпивать по полтора литра, представляете, полтора литра смеси. Морковного сока побольше, сельдерея побольше, петрушки, топинамбур. Прелесть, просто прелесть. Вот это и есть профилактика от болезней глаз. А еще просто, знаете, делаю. Беру сырую морковку на терочку, топинамбур на терку, чесночок на терку. Кстати, морковка, чесночок и топинамбур прелесть. Замечательно. А дальше, а дальше любая травка, которая у вас есть на подоконнике. Любая. Ну, а я люблю вас. Будьте благословены. А, кстати, сейчас я еще сюда, знаете, что положу? Я положу, вот он мой лучок. Сразу с подоконника-то вам покажу. Вот. Это лук порей. Вот он у меня. Смотрите, он у меня растет вот в таком стаканчике в моем любимом. Я люблю отсюда пить латте или просто кофеек, или какой-нибудь кефирчик, или коктейльчик. Вот тут вот я срезала. И эту часть всю, верхнюю часть, вот эту всю-всю-всю, у меня вся эта часть уходит в обычно в салаты. Потом я снова ставлю, и отсюда, вот вы даже видите этот срез, снова вырастает свежий, вот такой вот красивый лук порей. Изумительно. Ничего для этого не нужно. Даже если нет у вас корешков, вы купили себе лук порей, не переживайте, они вырастут. Они же обычно срезаны, вот видите, срезаны. Положите и посмотрите, они вырастут. Только так и никак иначе. Итак, 2-3 раза у вас будет урожай. Ну, а потом, когда он зачахнет, вы уже можете его и выпросить. Итак, когда покупаем один раз лук порей, используем его 2-3 раза. Замечательно. Я люблю вас. Будьте здоровы, будьте благословенны. И не забывайте делать масочки. Ну, а я буду продолжать делать свой винегрет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok